ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти ПЕЖО 508, Лифан Солана и Лифан Х50 вошли в тройку наиболее неликвидных автомобилей в России по итогам 2021 года Спустя три года эксплуатации, по данным агентства Автостат, они потеряли в среднем 30% стоимости Также в список быстро дешевеющих авто 2018 года выпуска попали Лада Гранта, Ниссан Мурана, ПЕЖО 408, УАЗ Патриот, Джилием Грант Правда, в премиальном сегменте наблюдается еще большее падение До 40% от первоначальной цены лишились такие модели, как Лексус ЛС, БМВ 7 серии, Дженезис Г90 и другие ТРАССА 101 Компания Dongfeng запустила российские продажи рамного пикапа DF6 Минимальный ценник автомобиля 2 миллиона 790 тысяч рублей По размерам китаец сопоставим со знаменитыми японцами Mitsubishi L200 и Toyota Hilux Грузоподъемность почти 2,5 тонны В движение новинка приводится 136-сильным турбодизельным двигателем объемом 2,5 литра Трансмиссия 5-ступенчатая механика, привод полный, подключаемый, имеется пониженный ряд передач Среди опций кондиционер, бесключевой доступ, подогрев сидений, задний парктроник ТРАССА 101 Почти 90% российских автомобилистов не собираются менять машину в этом году Опрос провела компания Автотека Большинство респондентов отложили приобретение другого авто на несколько лет Треть собирается подумать над этим в ближайшие 1-2 года Что касается вопроса брать новые автомобили или поддержанные, то тут мнения разделились примерно 50 на 50 Подавляющая часть опрошенных машинами отечественного производства не интересуется ТРАССА 101 Калининградское предприятие Автотор, на котором в последние годы выпускались в том числе автомобили Kia и Hyundai В ближайшее время сосредоточится полностью на производстве электромобилей Двигатели внутреннего сгорания – это каменный век, заявили в руководстве завода Первая партия электрокаров должна появиться в 2023 году Массовый выпуск должен быть налажен с 2024 Речь идет о производстве и кузовов, и электродвигателей Аккумуляторные батареи планируется закупать у предприятия, которое там же построит Росатом Под какой маркой будут изготавливаться зеленые авто не уточняется ТРАССА 101 А компания Honda собирается внедрять на своих автомобилях технологию искусственного интеллекта Электроника будет следить за физическим состоянием водителя и за работой его мозга Например, если по направлению взгляда драйвера система поймет, что он мог что-либо не разглядеть на дороге Будет подан предупреждающий сигнал Все это направлено в первую очередь на помощь пожилым водителям старше 65 лет Их в Японии сейчас насчитывается порядка 25% На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101